Всем привет, с вами Солнце. И Анастасия Адланчик. Вы смотрите наш авторский проект под названием «Правила 3 Н». В каждом выпуске мы будем учиться чему-то новому в рекордно короткие сроки и докажем вам, что нет ничего невозможного. Кстати, Солнце, а ты любишь, когда тебе кофе приносят в постель? Ой, зная тебя, в этом вопросе точно есть подбог, поэтому я лучше отвечу так, я люблю, когда кофе не в постель приносят, а в кружки. Но, кстати, после сегодняшнего выпуска мы научимся приносить кофе еще и на картине. Но давайте не будем раскрывать всех секретов, а просто скажем, что в этом нам сегодня поможет художница Люба Диккер. Легкая походка о Шанель, как модель, все, о чем мечтаешь, это кофе в постель. Уютное место я тебе остановлюсь. Да, вау, смотри какая картина, классная. Ага, слушай, а с чего она интересна? Ну знаешь, на глаш это не похоже вообще. Нет. На акварель тоже, не постель. Что это? А вы не знаете случайно, чья это картина? Ну, знаю, это моя картина. Ваша? Да. А с чем она нарисована? Она написана «Солнце кофе». Да мы-то с вами уже почти допили. Хотите вас научить рисовать? Да, очень. У меня как раз сейчас мастер-класс, он проходит, пойдем рисовать. Супер, давайте. Пойдем, нашли. Я очень люблю вкусный кофе, поэтому если сегодня меня заставит этот кофе выливать на бумагу, то нет, я ни за что не соглашусь. Скорее я буду просто попивать горячий кофе и наблюдать за процессом. Я привыкла кофе пить, а не рисовать им. Но я думаю, что сегодняшний урок пригодится, например, на скучном свидании. Я думаю, что обязательно получится, потому что девчонки талантливы и способны. Вы хотите присаживайтесь, надевайте переднички, чтобы вы не спачкались, и мы начинаем рисовать. Там вроде рисование было. Может быть, это дело такое тоже грязное. Ой, смотри, мы чуть-чуть и зеленые. Это вы рисовали брокколи? Это мы рисовали с помощью масляного кран. Синий, все. Мы еще рисуем с помощью масла. Баклажан. Да. Поэтому если вы хотите рисовать картины масляной, то они, конечно, на вас прикладятся. Рисовать с помощью карандаша схемы я вам дала маленькие листики, потом я дам вам большие, и на них уже будем с помощью копейки. Пока вы тренируйтесь, делайте схему лица. То есть без схемы, пропорции, у вас будет гулять лицо, глаза улетят на лоб, нос опустится вниз, а вот вообще не подойдет в подобный режим. Первый вопрос у меня сразу раз. Сколько мастер-класс длится? Ну, примерно полтора-два часа. Ну, то есть, бывает часа, мы будем рисовать круг с тобой сегодня. Ой, можно я из тебя буду рисовать? Да, пожалуйста, рисуй. Посмотри, у тебя уже проблемы какие-то. А да, давай я буду рисовать тебя, а ты меня. То есть твоя задача будет вот так просто мне волосы прямые сделать, а мне вот так проводить. Окей. Это откровенный уродец будет. Просто ухо вот такое, как вы висали в ухо просто, надо еще нос вот такой вот сделать. Ну, мы точно с феей рисуем, а не ведьма. Ну, в нашем случае ведьма. Мы можем верстать ведьма. Если мы с тобой вдвоем прогружаться. Ты не жалеешь ни о чем, о чем жалеть в семнадцать лет. Когда весь мир в тебя влюблен, когда на всем есть ответ. Распахнутую дверь зовут большие города. И кажется тебе, так будет завтра и всегда. Легкая походка о Шанель, как модель. Все, о чем мечтаешь, это кофе-постель. Как ты рисовала? У меня просто большая нападность пошла в Мархе, она тоже очень любила рисовать. И она рисовала, 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 рисовала. И на втором курсе я накрыла, она говорит, не могу, сижу, все это рисую. И прям это ужасно раздражает. У тебя не было такого, что прям надоедало? У меня не было, потому что мне это нравилось. Но классическая живопись, она устроена так, что многие не выносят, не выдерживают. Надо очень сильный характер, выносливость. Поэтому я свои мастер-классы провожу так, чтобы было всем интересно. И чтобы все уходили с уже готовым результатом на первом занятии. Как я тебя вижу, это вот как Люба показала, вот так. То есть в моем представлении у тебя здесь просто все два глаза. Не знаю, это... По-моему, это больше похоже на... Мужчина моей мечты. Мы думали, что скалолазание это было сложно. Нет, вот это сложно. В скалолазание не думать не нужно. А здесь нужно и перерисовывать это... Вообще как-то, не знаю, я расстроилась. Сейчас можно не стараться, а потом придется стараться еще в два раза больше. А то домой приеду, привезу, скажу, мне скажут, что вообще к психологу отведут с такими работами. Моленькая снизу. Кровонос. А у нас действительно все так раскололи. Вы же его врать. Вот сейчас будете внимательностью. Вы сегодня развиваете внимательность. И делаете то, что никогда не делали. Никогда не обращали внимания на все детали. Слушай, вот сколько дождик смотришь. Я никогда не обращала внимания, что у тебя крыло носа заканчивается на середине губ. Я думаю, ты у меня тоже. Интересно, а где должен быть глаз? Вот здесь или вот здесь? Смотри, хороший вопрос. Вот это линия глаза, видишь? Вот это середина глаза. А это линия бровей. Вот здесь у нас будет бровь. Я сделаю тебя суровой. У тебя брови будут вот так. Ты о любви все знаешь из кино И я так хочу, чтоб ты была Хоть кабельку счастливее других Еще обиды далеко И нет предательства подруг Еще наивней быть легко И доверять всем вокруг Красивые слова Все о любви и о таком Наверное, ты права Не надо думать о плохом Просто я же хочу, чтобы вы научились рисовать Один раз, правильно, попробуем Поэтому у вас схема останется И будет уже нарисованная доход Через неделю придите ко мне домой А у меня куча одинаковых лиц Суть по твоей картине Ты людей особо не любишь Делаю так, половину Ну она как обезьяна тогда Как обезьяна, так Ну правда Не как обезьяна, но как обезьяна Да, ушко Нам теперь еще ушко, наверное, нарисовать Как бы, ой, сука, чай, что-то Там птица сядет на гнезда Давай глазки окончат Ты здесь дашь Хотела так рисовать Ты сейчас придешь, надо жесть А что мы сейчас делали, что руками все это рисую Ты не знаешь? Что мы с вами делаем? Панк у него будут здесь Дреды разных цветов Я возьму варенье Там варенье буду рисовать Шоколадом Шоколад тоже коричневый Мед Ну да Кетчуп Кетчуп Сметана Горчица Горчица тоже горящая Она Послушать хотите? Да, есть немножко Перешли уже туда Все, мы начинаем уже серьезно работать Понятно Люба, если ты нам сейчас скажешь Я вас всему научила Вы, собственно, перерисуете Я пойду кофейку А то я это не горжу Легкая походка О Шанель Как модель Все, о чем мечтаешь Это кофе в постель Ты о любви все знаешь Из кино И из снов своих Я так хочу, чтоб ты была Хоть капельку счастливее других Люба, а как вообще пришла идея Вот рисовать Не сюда Хэ, косоглазие Лэ Лошара Повторяю вопрос Да Идея пришла очень просто Как, в принципе, все современные, наверное, идеи приходят Там пришла Я пила кофе и развела на себя Вот Ну, не с того, чтобы пойти и с криками побежать Аааа, моя комсточка Быстрее замачивай Я сидела и рассматривала это пикой И подумала, что интересно, если я тут такой свет яркий Оставиться на одежде, то, наверное, на бумаге она станет И я пошла, попробовала порисовать свою щепотку Да, кстати, тебя поздравляю За мужество, да, там лично? Да, отлично За мужество, денег много будет Проект, смотри, я вижу много альев Проект будет на телевидении О, забейте, пожалуйста, много-много лайков Много лайков Смотри Просмотрим Покажем Мы с тобой не один выпуск еще с ними вперед Да-да-да, смотри сколько О, ну прям Я вижу красную дорожку Да? Я вижу наше платье А это странный кофе Не-не-не, это мой коридор здесь, нормально Мы видим все что угодно, кроме женщины Да, везде Молодец Да-да-да Я не знаю Чувствую Ну, в общем, да Оказалось-то оно все Нормальный глаз? Как ты считаешь? Слышишь? У человека нормальный глаз? Мне кажется, что вот здесь немножко не хватает Я не знаю, что там не хватает Открытости Или ресниц Не знаю, такое чувство, что он выпадает В общем, мы сейчас начинаем стирать все вспомогательные линии, чтобы вот это безобразное существо стало хотя бы издалека со спины и не особо приглядываясь, похоже на человека Для этого нужно убрать у него из головы все эти спицы и так далее Это а-ля терминатор Вот так что стираем и приводим нашу картину в божеский вид Но мир иллюзий так жесток, проходит сон, приходит яд Прикосновения бьют как ток, а в отношениях яд Где поздние такси, там, в сожалению, горький смех Ты только не грусти, ведь все равно ты лучше всех Кофе в постель Кофе в постель В водичке в чашку с чаем краску смывала А здесь куда ни макай, как бы все нормально Мне кажется, что пейзажи гораздо легче рисовать, чем людей, поэтому я пока что не понимаю, что вообще происходит и как это все Что, я самая первая? Буду портить свою картину Да Держи чуть-чуть под наклоном Лучше встань Давай, немножко уплыла Тихо-тихо, не трогай Один волос Тебя прошла Так, где вылезай Вот, давай, Митя Управляй Ага Перфекционизм у тебя работает Скубизм Молосы еще добавили Идеально, просто идеально Понеслась Да Ну, в общем, здесь полная свобода действий Че хочу, то и делаю То и врачу Ну, у меня есть пол, так, дома Так Ура Скубизм Ой, ты вообще что она делает? И начинаю с помощью Вот, эта темная остается темным А светлая добавляет оттенка Ну, прозрачная Я стояла рядом с удовальщиком все это время И я то свой перфекционизм сломалась А у меня нет А вот она нет Я внесу свою лепту в твою картину Давай, Лусач Давай, воды Ну че ты так и пущешь? Она пол-лысенькая Это не логично, а это не логично, а надо, чтобы была абстрактная. Ну-ка, давай. Тебе-то помогли. Давай я тебе теперь помогу испортить твою картину, просто, слушай, ну... Дело святое. Слушайте, я вам же говорю. Не надо. Опа, давай. Трещем, 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 трещем! Давай, давай, давай! Видите, тёмные остались тёмными, а цветные... Такой крик души полнейший, особенно, когда ты держишь кисть. Особенно, когда ты абстракцию раздеваешься. Прямо вообще, да. Я думаю, что у девочек получилось, потому что результат налицо. Прекрасные картины, это при том, что девчонки в первый раз в жизни рисовали портрет. Рисовать, как и готовить кофе по утрам для любимого человека, нужно от души и с любовью. Но, если вы хотите научиться рисовать не только кофе, но и мыслиными красками, то вы всегда можете прийти на мастер-класс к Любе Диккер. Ну, а мы вам в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного. С вами были мы, Солнце, Анастасия Адуанчик, замечательные девочки, которые пришли сегодня на мастер-класс, и, конечно же, художница Люба Диккер. Ещё увидимся. Пока-пока! Спасибо, Люба! Слушай, ну здорово получилось вообще. Вот так на нас льёшь, как всё. Смотри, у нас как раз есть кофе. Давай такую технику? Такой, чтобы... Ну, а тут другой кофе нужен, без молока. Ну, а в принципе, такое лёгенькое будет, красиво, по-моему. Как раз это... Слышишь? Куда ты тянешь руки свои, объясни мне? Мы вообще-то рисовать собрались здесь, новую технику обсуждаем. Вообще. Любишь кататься, люби и саночки водить. Скажи спасибо, что тебя не заставили убираться на остальных каких-то... Тащить барабаны до машины, например, тебя никто не заставил. Ну, хоть на это, кстати. На этом, да, спасибо. Собирать... А, на фокусах мы тоже убирались. Весь разбросанный реквизит, конфетти, всё это нам тоже приходилось убирать. Но мы не хотим же, чтобы мастер-класс сегодняшний был первым и последним в этом кафе. А вот даже любые ценители искусства такой бардак не оценят.